Бонжор, дорогие друзья! Париж, воскресное утро. Интересно, а куда же спешат эти красивые леди? А спешат они на площадь Согласия, Пляс-Ду-Конкоу. Но вот такой съезд владельцев классических автомобилей. Не думал, что во время ковида и комендантского часа такое возможно. Однако да. Меня зовут Дмитрий Самаль, я дизайнер. Чтобы больше узнать про моду, стиль и дизайн, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик. А сегодня мы поговорим о моде, об автомобильной моде. Может быть, вы не любите старинные автомобили, как люблю их я. А может быть, вы просто о них мало знаете. Позвольте, я вам расскажу. И вам понравится. Это настоящий праздник для любителей классических автомобилей. Взять, например, этот довоенный Бентли, выполненный полностью вручную, вот с таким стремительным логотипом, крылатой буквой Б. Сеточки на огромных фарах. Стильный полностью зеленый салон под цвет кузова, который контрастно и элегантно отделяет настоящие полированные деревянные вставки. Двери открываются против хода движения авто. Не самый удобный вариант. Сочно-металлический звук двери. Первая передача. Поехали. Красота. Еще один Бентли. На этот раз из 50-х. С такими отметками принадлежности к Бентли-клубу и другим ассоциациям. Обратите внимание на такую интересную форму хромированного бампера. Двойная ручка для открытия багажника. Нежно-бежевый салон со вставками из драгоценного дерева. Я бы даже сказал наоборот. Салон из драгоценного дерева со вставками кожи. Какие элегантные благородные линии. Стремительная скульптура. Для открытия двери нужен классический ключ. Электронного замка в то время не было. Здесь мы можем увидеть толщину деревянных панелей. Она действительно впечатляет. А, да. А вот этому месье очень повезло. Ему позволили сесть за руль и сфотографироваться. Мечта осуществилась. Изящные ручки. Это ровер из 60-х. Очень редкий экземпляр. Продолжая тему английской классики, представляю вам такой элегантный ягуар. Обожаю. Стремительные линии. Как будто застывший прыжок ягуара. Чем, собственно, и является логотип этого красавца. Округлые чувственные формы. Давайте послушаем, что рассказывает владелец. Качество и состояние кожаного салона великолепны. Он рассказывает, что оборудовал автомобиль подобранными под цвет салона ремнями безопасности, которых раньше на таких автомобилях не было. Окошко, чтобы проветривать салон. Время кондиционеров пришло позже. Согласитесь, великолепное сочетание. Хром с коричневой кожей и зеленой краской кузова. Пепельница. Курили раньше везде, даже в самолете. И это было привычно. Владелец трепетно рассказывает о своей возлюбленной. О каждой мелочи, детальке. Надеюсь, его жена с пониманием относится к конкурентке. Вспоминается шутка. Если бы у вас был выбор, свозить жену на курорт или перекрасить автомобиль. Какой бы цвет вы выбрали? Кстати, надпись «Автоматик» говорит об автоматической трансмиссии. Обычно эти системы очень капризные. Какие классные задние фонари. Сейчас заглянем под капот. Мотор – это сердце автомобиля. На удивление, компактный и в отличном состоянии. Вот такая скульптура дикой кошки из хромированного металла. Спицевые колеса. Очень утонченные формы дверной ручки, которые являются как бы частью единой элегантной линии силуэта Ягуара. Астон Мартин, перед которым элегантно позируют две дамы, одетые в стиле 50-х. Год производителя – англичанки. Меховой воротник и винтажные туфли. Вообще, мода и автомобили временами пересекаются. Ральф Лорен, американский кутюрье и коллекционер самых престижных автомобилей, сделал дефиле в 2010 году, которое проходило как будто в его гараже. На подиуме вместе с дефилирующими девушками были выставлены жемчужины его коллекции. Произведения искусства – Феррари, Порш, Макларен. В одежде при этом также чувствуется автомобильная инспирация. А бренд Off-White сделал сюрреалистичную композицию – декорацию для показок, где автомобили как будто наполовину погружены или утоплены в пол. Ну а мы возвращаемся на площадь Согласия. Перед нами три Мерседеса, примерно из 70-х. Давайте полюбуемся этими линиями и деталями. Как же нам повезло лицезреть эти редкие автомобили, свидетели тех времен. КОНЕЦ Шелби Кобра, который я уже рассказывал в моем предыдущем обзоре, не перестаю удивляться и восхищаться ее формами и линиями. Элегантная заклепка, видимо, для съемной кожаной крыши. И ярко-красный интерьер. Огромная крышка бензобака на виду и подпись основателя бренда Кэрол Шелби. Еще один редкий интересный экземпляр СААП-96 в великолепном состоянии. Интересно, капот открывается вместе с передними фарами. Моторчик по нынешним стандартам очень маленький. Также стильная защитная металлическая сеточка на фарах. Изначально, а это в 1937 году, бренд занимался исключительно самолетами. Отсюда и обтекаемые формы автомобиля. Красномалиновые колесные диски. Необычно. Салон очень простой, я бы даже сказал спартанский. Белый руль, металлическая панель. Какие классные ручки и тумблеры с надписью по-шведски. Все предельно просто и функционально. В дверях только небольшой карман и две рукоятки. Автомобиль специфичный. К сожалению, марка не пережила кризис 2008 года. Очень жаль. Так как история и ДНК бренда очень богатая. Логотип представляет из себя летящий самолет. 404-й Peugeot Cabriolet спроектированы итальянским кузовным ателье от Couture Pininfarina. Итальянская элегантность соединена с французским изыском. French Touch. Первая моя работа дизайнера была в Париже на фирме Renault. Поэтому часто инспирацией для моих моделей очков выступают автомобильные фары. И в целом эстетика механики. Peugeot 504, которая послужила отправной точкой в стиле всех современных Peugeot, нынешнего арт-директора Жиля Видаля. А на светофоре выстроились Rolls-Royce и Peugeot из 60-х. И между ними Mercedes класса C 20-летней давности. Интересное сочетание эпох. Чем-то напоминает советскую победу, не находите? И, как говорится, самое лучшее напоследок. Это Ferrari. Шедевр итальянского, да и мирового автомобилестроения. Этот автомобиль является действительно наследием автомобильного искусства. Какие великолепные формы. Я думаю, это и самый дорогой автомобиль этого мероприятия. Не удивлюсь, если узнаю, что его эстимация превысит 10 миллионов евро. Как интересно прошло это утро. Как я доволен этой прогулкой в обществе автомобильных энтузиастов. Здорово, что есть такие люди и такие клубы, как Vincennes et N'Ancienne. Самая большая ассоциация винтажных автомобилей Парижа. А на этом все, мои дорогие. Тено сейчас в полноводье. Очень стремительно и бурлит. Как наша с вами жизнь. А бывают дни, когда баржи не могут проехать под 37 мостами французской столицы. До новых встреч!